здравствуйте дорогие друзья сегодня хотел бы вам немножечко рассказать про редуктора и колоколы которые используются на триммерах вот очень часто ломаются как те так и другие здесь как правило либо слизываются грани внутренние либо разбивают подшипники вот здесь тоже самое либо грани внутри вот здесь вот в моменте соединения со штангой либо подшипники выходят из строя вот поэтому видео будет полезно досмотрите пожалуйста до конца итак начнем первое поговорим и о колоколах колокола бывают разные зависимости от мощности вашего триммера на китайских как правило используется либо вот такие большие либо вот такие маленькие вот вы идя в магазин хотя бы должны знать большой вас либо маленький и что у вас внутри вот здесь вот внутри какие шлицы и бывает 7 шлицов может быть 9 шлицов или же у вас квадрат вот или посчитайте сколько ваш лицов и тогда только идите в магазин соответственно с большим то же самое вы должны знать что у вас большой колокол и сколько у вас шлицов 79 или же квадрат как вот здесь вот у нас видите большой квадрат вот квадрата бывают большие бывают маленькие это как бы тоже момент такой немаловажный нам большие квадрат используется на очень больших триммерах с толстой штангой там штанга идет очень толстая и соответственно вы уже даже так примерно посмотрела будете понимать что у вас квадрат там будет небольшой и соответственно сами редуктора нижние они тоже самое у нас имеют квадраты вот в данном случае видите квадрат маленький либо же квадрат большой как на 52 кассе вот и шлицы это может быть 7 шлицов или же 9 шлицов если у вас сломалась что-то сломалась либо редуктор либо колокол либо слезали с грани на валу вот у нас с одной и с другой стороны очень редко но бывает что разное что-то здесь квадрат здесь шлицы но это будет очень редко основная вся масса идет одинаково здесь и здесь то есть если здесь у вас шлицы 7 то есть шлицы 7 если здесь 9 шлицов квадрат квадрат вот так что вы подбирая к примеру редуктор можете сразу купите колокол вот теперь валы валы также бывают у нас 7 шлицов вот он 9 шлицов вот он и квадрат вот так же вал может быть не цель на литой вот такой тросик вот просто как правило используется либо на электро триммеров либо на профессиональных триммеров там husqvar например у или же эхо там тому подобные маломощные профессиональные триммеры вот баллы бывают еще из двух половинок соединены то есть не целый такой длинный вал а разделен к примеру пополам вот в этом случае посередине будет стоять муфта соединительная вы можете в принципе если вам у вас сломался вал вы не можете найти может поставить целый вал но соответственно тогда и целую штангу вам надо купить по поводу ремонтов конечно же можно ремонтировать как колокол так и редуктор а именно нельзя сразу покупать новый и устанавливать можно сделать сделать получится конечно дешевле чем купить новый как правило если это колокол то здесь поменять подшипники там сколько но по 50 по 70 рублей там они стоят да и поменять чашку сцепления так как если на ней допустим слизались грани чашка сцепления тоже там в районе 200 рублей она стоит вот получится дешевле что касается редукторов нижний редуктор вот этот они тоже ремонтируются меняются подшипники меняются пары здесь пара стоит такая редуктор на и вот но найти особенно в маленьких городах это очень большая проблема больших городах конечно больших мастерских вы все найдете в маленьких очень большая проблема проще взять редуктор против и купить при этом еще разобрать его и собрать тоже надо иметь как говорится руки и желательно конечно еще иметь и спец инструмент для снятия стопорных колец и съемники для подшипников вот вообще надо за ним ухаживать редуктор надо смазывать периодически здесь есть специально смазать отверстие вот тогда будет конечно и служить он гораздо больше вот идя в магазин вы должны если вы хотите поменять что-то и из этого вы должны посмотреть снять посмотреть сколько у вас шлицов если хотите еще более точно замерьте ширину штанги уход линеечки хочет англициркуль кого есть вот посмотрите что у вас в на валу сколько шлицов или квадрат и уже с этой информации идите в магазин потому что ну или в мастерскую потому что на обум покупать как видите большая вероятность ошибки и большая вероятность того что вы возьмете что нибудь не то да и продавец как он будет вам давать на обум просто не будет знать чего он давать вот на этом мы закончим это видео подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт look tool.ru ставьте лайки всем удачи пока